МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Знаете, вот есть криминальные преступления. Они хорошо известны и описаны в Уголовном кодексе. Но есть и преступления против здравого смысла. Части они отражены в законодательстве об охране труда. За них также могут назначить серьезное наказание. Но чаще неофициально присваивают небезызвестную премию Дарвина за вклад в естественный отбор. Простейший пример, который приходит на ум, это курение рабочими порохового завода на складе готовой продукции. Номинация «Курение убивает». И это явный фаворит на первое место в премии Дарвина. Но если серьезно, то в этом выпуске мы поговорим об охране труда. Трое с ожогами, один погиб. Таков печальный итог инцидента в Будокошелевском районе с рабочими предприятия Гумельдрек. Все участники трагедии работали на лесозаготовках. Свободное время проводили в специальном вагончике тут же. На кадрах оперативной съемки то немногое, что осталось от бытовки после пожара. По прибытию спасателей к месту вызова был обнаружен вагончик строительный, горевший открытым пламенем. В ходе тушения пожара спасателями под завалами был обнаружен труп погибшего мужчины. В ходе проведения проверки по факту пожара было установлено, что до приезда спасателей пожарных к месту пожара троих пострадавших тракторист уже доставил в ближайшую деревню, откуда они были госпитализированы скорой медицинской помощью. Один погиб на месте пожара. Все четверо являются сотрудниками ОАО Гумельдрев. Вместе трагедией занимались заготовкой леса для нужд предприятия. Пожары на предприятиях, несмотря на контроль со стороны ПОЖ, надзора и других ведомств, далеко не редкость. Завидным постоянством в самом центре Гумеля горит обойная фабрика «Фокс». Масштабное возгорание здесь было зафиксировано и пять лет назад. Тогда на шести тысячах квадратных метров полыхало пламя с очагом в цехе виниловых обоев. Были пострадавшие из числа сотрудников предприятия. Пылал «Фокс» и этой весной. В этот раз о пострадавших, равно как и о причинах пожара, итоговых официальных сообщений еще нет. С начала этого года на рабочих местах предприятия организации Гомельской области произошло 10 пожаров, где травмирован один человек. Основными причинами возгорания стали неосторожное обращение с огнем – 4 факта. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 2 факта. Нарушение правил устройства и монтажа эксплуатации электрической проводки и электрооборудования – также 2 факта. По причине занесения постороннего источника огня, в том числе поджог, зафиксировано 2 случая. Один пожар произошел по причине пьянства. Всего за указанный период в результате возгорания огнем повреждено 8 строений. Все без исключения в этой статистике имеет свою причинно-следственную связь и автора-исполнителя. На вершине этого айсберга охрана труда, а точнее пренебрежение ею. Варварское пренебрежение ко всем писанным законам, а заодно к элементарным нормам безопасности, приводит к несчастным случаям на производстве. Невозможно подсчитать, сколько жизни спасено благодаря своевременной профилактике. Масштабы происходящего отражают итоговые данные прокурорских проверок на предприятиях Гомельщины. Орган прокуратуры области в 2015 году проведено 89 проверок исполнения законодательства о труде. По их результатам внесено 163 представления, вынесено 381 предписание, протестовано 139 незаконных решений. По требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено более 500 лиц, в том числе 6 лиц освобождены от занимаемых должностей. По актам прокурорского надзора 49 физических лиц привлечены к материальной ответственности на сумму более 152 миллионов белорусских рублей и 70 юридических лиц на сумму более 4 миллиардов белорусских рублей. Всего по стране в прошлом году 123 человека расстались жизнью на производстве. При этом средний возраст погибших – 44 года. Кстати, четверть из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, еще почти 600 работников получили тяжелые травмы. Ну а в лидерах рейтинга самых опасных отраслей экономики остается наш агропромышленный комплекс. Парадоксально, но факт. Самые мирные профессии пахаря, животновода, они и сегодня возглавляют статистику несчастных случаев на производстве. Чем дальше от центра, тем тяжелее последствия. Лельчицкие и Луевские миллиораторы доказали это на деле. А главное, дали резкий скачок по летальности на селе в статистике прошлого года. Напомним, чуть больше года назад в Лельчицком районе загорелся автофургон местного предприятия миллиоративных систем. Внутри находились 9 человек, почти все пьяные. В результате возгорания пострадало четверо, из них трое получили тяжелейшие ожоги до 70% тела. Это происшествие явно выбивалось из привычной схемы производственного травматизма. Из-за его расследования взялся Следственный комитет. Впоследствии к всесторонним проверкам подключились и сотрудники прокуратуры. В результате несчастных случаев на производстве погибло 3 работника Лельчицкого предприятия миллиоративных систем и один работник Луевского предприятия миллиоративных систем. В связи с этим прокуратурой области в коррекционный план контрольной надзорной деятельности на второе полугодие 2015 года была включена и проведена проверка в областном непосредственном предприятии, которым подчиняются эти предприятия миллиоративных систем, то есть в Гомель-Меллио-Водхуз. В ходе проверки было установлено, что допускается на предприятиях нарушение законодательства об охране труда, трудовое законодательство. В частности, в том же Луевском предприятии миллиоративных систем было установлено, что не разработано и не работает, не разработано положение и не работает, соответственно, комиссия о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Не ведется учет лиц склонных к злоупотреблению алкогольных напитков. По результатам проведенных проверок, значит, органами прокуратуры внесен ряд актов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности было привлечено 61 должностное лицо. В подавляющем большинстве случаев, согласно итоговым данным, гибель или травматизм на рабочих местах происходит по вине нанимателей. А сами ЧП фиксируются на предприятиях коммунальной государственной собственности. Типичный случай производственного травматизма произошел в СПК «Крупец» Добружского района. Выполняя поручения своего руководителя, водитель хозяйства оказался на больничной койке. Не больше месяца потом восстанавливал свое здоровье. Такова цена невыполнения элементарных требований по охране труда. Обстоятельства, приведшие в данный случай, таковы, что работник получил задание главного инженера данного предприятия на съем элементов топливной системы автомобиля МАЗ. Выполняя данные работы, работник, стоя на рессоре данного автомобиля на высоте около 0,6 метра, стал откручивать заржавевшие болты. Не удержался и получил травму левой части головы и затылочной части в результате падения его на асфальтное покрытие. Причина данного несчастного случая явилась допуск работника к производству работ без своевременного проведения повторных инструктажей по вопросам охраны труда. В результате данных, проведенных специального расследования, главный инженер был признан виновным лицом данного предприятия, причем к административной ответственности в размере 10 базовых величин. В соседнем Бетковском районе, опять-таки, по вине руководителя погиб рабочий. Молодому человеку на момент происшествия было всего 27 лет. Он вместе с железобетонной опорой упал с высоты на землю. В момент падения железобетонная конструкция придавила мужчину. Смерть была мгновенной. Применяя монтёрские лазы и предохранительный пояс, молодой человек влез на железобетонную опору, произвел обрезку проводов абонентской радиолинии с одной стороны, потом с противоположной. В этот момент произошло падение, излом железобетонной опоры на уровне земли и падение её вместе с работником в сторону работника. В результате падения молодой человек погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью, поскольку вес железобетонной опоры составляет примерно 900 кг. Основными причинами несчастного случая со смертельным исходом является необеспечение начальником Ветковского РЭС бригадой мобильной рабочей подъёмной платформой при демонтаже железобетонных опор. После множества различных проверок с руководителем районной организации, начальником Ветковской РЭС и мастером светилюческого участка, были расторгнуты контракты. В отношении мастера, допустившего гибель молодого человека, возбуждено уголовное дело. Остаётся добавить, что у погибшего была семья, жена и малолетний ребёнок. В целом по стране, согласно всё той же статистике, из года в год гибель работников на производстве сокращается. Четыре года назад растали жизнью на работе 170 человек. В прошлом году немногим более 120. Но это в целом по стране. Гомельщина в 2015 году ставила антирекорды. При этом все, от министра труда до госинспекторов и прокуроров на местах, главной причиной сложившейся ситуации видят нарушение правил охраны труда. А второй по смертности отраслью экономики после АПК называют строительство. В 2015 году органами прокуратуры проведены проверки в организациях, входящих в систему Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Установлено, что основными причинами травматизма в организациях, которые выполняют строительные либо строительно-монтажные работы, являются несоблюдение правил охраны труда. Совершенно нелепая трагедия случилась в Гомеле при строительстве одной из многоэтажек нового микрорайона Южный в Новобеллице. Во время штукатурно-покрасочных работ уже возведенной девятиэтажки погиб маляр. Как позже выяснит следствие, в действиях опытного, квалифицированного работника все было сплошным нарушением. Использовал люльку для подъема на крышу здания, потом с той же люльки пытался перебраться на кровлю. И в этот момент не срабатывают ловители, и люлька накреняется, и он падает с высоты девятиэтажного жилого дома. Потому что до этого он доехал до крайнего верхнего положения, то есть между девятым и десятым этажом. При попытке подняться на кровлю люлька накреняется, и работник падает с высоты девятиэтажного жилого дома. Причина данного несчастного случая, учитывая тот фактор, что работник имел профессиональную подготовку, прошел обучение, инструктаж по охране труда, был знаком с проектом производства работ, знал, для чего применяется электролюлька, а именно для окраски фасадов стены здания, а никак не для подъема наверх на строящееся здание, на крышу здания. При этом причина основана – это нарушение вот этим потерпевшим требований элементарных инструкций по охране труда. И она явилась и единственной причиной. Погибшему на момент трагедии было 50 лет. То есть вот уже состоявшийся взрослый человек с высокой профессиональной квалификацией, прошедший все возможные экзамены и инструктажи в области охраны труда. Более того, в отличие от ряда похожих происшествий, человек был совершенно трезв, прошел медицинское свидетельствование перед началом работы. Между тем, тест на алкоголь у работников опасных профессий в строительстве используют далеко не все предприятия. В строительном управлении 118, например, рабочий упал с высоты, будучи под мухой. В законодательстве Республики Беларусь законом об охране труда директивы президента Республики Беларусь номер один предусмотрено проведение работникам, выполняющим работы с повышенной опасностью, перед началом работы предсменный медицинский осмотр либо освидетельствование на выявление состояния алкогольного опьянения. Значит, например, вот недавно произошел несчастный случай в филиале СУ-118 ОАО-3С номер 26 «Железобетонмонтаж». В результате того, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выполняя работы на высоте, производил спуск с кровли здания в люльку подъемника и упал с высоты, получил тяжелую травму. В расследовании этого инцидента госинспекторы выявили целый ряд организационных нарушений. Это и отсутствие медоосвидетельствования перед началом работы, некачественные поверхностные инструктажи по охране труда, а также нарушение проекта проведения работ. Примечательно, что годом ранее предприятию «Железобетонмонтаж» уже выносили ряд предписаний и рекомендаций в части усиления работы по охране труда и медосмотру работников. Таким образом, потерпевший, зная, что его проверять никто не будет, на то, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, не боясь, позволил себе употребить спиртные напитки, в результате чего одной из причин стало его падение именно в состоянии алкогольного опьянения. Год до этого было проведено обследование данного предприятия. Одно из пунктов предписания было предписано, что работники, работающие на высоте, не проходят медицинские осмотры. В данном случае, опять же, работник был допущен без проведения медицинского осмотра. Вторая статья Конституции гласит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства, а жизнь, несомненно, высшая ценность самого человека. Поэтому надо уметь уходить с предприятий, где пренебрегают здоровьем и жизнью работников. Надо учиться отстаивать свои права на достойный, а главное, безопасный труд. Берегите себя и до встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин